Да, так вот. Когда Артем захлопнул книгу и взглянул на часы, было уже довольно поздно. И хотя времени он так и не увидел, как же он читал книгу, интересно, в стилу царящей вокруг темноты... Секундочку. По самозабленному сопению Данилы и так было ясно, что он засиделся. Поудобнее устраившись на жесткой подушке, юноша приготовился отдаться в объятия морфея. Чувствуешь опять Данцова и Запахова, она очень любит эти слова. Из головы не шло то, что он только что узнал из удивительной альтернативной истории для избранных. Чёрт! Я не знаю, я не знакома с каноном, к сожалению. Но альтернативная история для избранных, мне так кажется, что это что-то типа книги для детей дебилов. Возможно. Вот интересно, смог бы он из-за всё это, если бы никакой войны не было? Наверняка нет. Раз бы простым парнем учился, работал, встретил бы девушку, женился, воспитывал детишек. И была бы у него, Артёма, простая человеческая судьба с ее горестями и радостями, без всяких тайных загадок. Но то, что случилось с человечеством, отразилось и на судьбах отдельных индивидов, на судьбе каждого оставшегося в живых человека. Из этих распышлений его выдернул совсем тихий, но такой жалобный стон Данилы. Господи, какое же тупое имя на пневме моего тупого одноклассника, таким же именем, что сердце невольно защемило. Через минуту стон повторился еще громче, переворачивая душу Артёма. А за ним еще один, явно за слезами в полосе. Нет, пожалуйста, только не это. Отпусти. Вольно. Всё, умер. Парни, я узнала у... Знакомый, ему 28 лет, это парень. Знакомый, это парень. Так вот, парня явно мучили кошмары, понял Артём. Ему и раньше доводилось слышать критик ужасов и призывы о помощи по ночам. Людей, живших в метро, часто мучили кошмары. Одни видели погибших друзей и родных, другие собственную смерть, третьи спасались от кошмарных мутантов. Да это было неудивительно для времени, когда реальная жизнь сродни ночному кошмару. Ему-то, Артёму, не знавшему другой жизни, было непонятно, как оно может быть иначе. Но, судя по всплывавшим иногда детским воспоминаниям, по рассказам старших, становилось ясно, что раньше жизнь была куда спокойнее. Если говорить, выжившим, то стоило взглянуть на бескраничное голубое небо или на осенний листопад. Другие, простые и прекрасные свои простоте явления природы, и доска отступала, и хотелось жить дальше. А тут, в тесных и порыжутких туннелях, не на чем было успокоить измученный взгляд, не на что зацепиться. Многие любили смотреть в вагоне, слушая рассказы взрослых, но костер рано или поздно гасили, заменяя его свет мертвым мерцанием лампочек. И тьма, холод и сырость подземелья приближались, веся с собой ужас и безысходность. На соседней кровати беспокойно заметался Данила, издавая нечленораздельные звуки, которые снегриться громче, и в конце концов сложились с его Артема и я. Данила звал на помощь его. Артем, помоги! Прошу, пожалуйста, стреляй! Артем! Опять умер. Артем вскочил и замер над Данилой, не зная, что предпринять. Он протянул руку и коснулся по парнишке. Двадцать восемь лет, я напоминаю. Че, парнишка? Всегда нам хорошо, идите к нам. Тот был влажным и холодным. Он осторожно погладил его, убирая прилипшие к лбу волосы, открывая беспокойное лицо. Его глаза уже привыкли к темноте, меня до сих пор волнует, как же он читал в этой темноте. И теперь он вполне сносно видел обстановку в палатке. Разглядел он и хозяина этого жилища. Тот был бледен, как и все обитатели метро, почти вся жизнь которых проходила под землей. Однако его отличала какая-то особенная хрупкость, даже болезненность, впрочем, не портившая его. Болезненность не помню. Скорее она шла к тому представлению, да, болезненность это супер. Скорее она даже шла к тому представлению, которое сложилось у Артема и его новым знакомым. Умный, начитанный, интеллигентный, не сказавший ни одного грубого слова на протяжении их недавней беседы. Это была аристократическая бледность. Но Артем, не сдавший таких определений, просто решил, что Данила красивый. Да будет рах. Прикосновение, кажется, немного успокоили спящего аристократа. По крайней мере, он больше не проявлял того беспокойства, которое могло разбудить всех вокруг. Но Артем продолжал падить кончиками пальцев по его волосам, задумчивости разглядывая спящего Данила. Что-то цепляло взгляд юноши. Хе-хе-хе. Они там все примерно одного возраста, насколько я знаю. Эх. Привыкшего, видя вокруг себя почти исключительно грубые мужские лица. Даже его друг детства, Женька, не вызывал в нем подобного интереса. Было бы странно, если бы вызывал. Хотя знакомы они были гораздо дольше, чем с этим хранителем знаний. А ну, вон с моей дачи, я сказала хранителю, только у меня. Эх. Разделяя детские игры и секреты, а потом и взрослые заботы, дозоры, дежурства и работу. Они шли по жизни, как два брата, и ничего другого Артем не видел в их отношениях. Теперь он жил вон нечто другое, какую-то щенящую нежность, которую он оправдывал сам для себя естественным желанием защитить более слабого, не приспособленного для серьезных испытаний, побезоботиться и успокойтесь. Возможно, это хмель еще не выветрился из него головы, и шел Артем. И вот бухашка. Он хотел уже было оторвать пристальный взгляд от спокойного лица Даниилы и вернуться на свою постель. Но в этот момент Даниил, не открывая глаз, поймал его руку и еще раз произнес его имя. Имя, чем в предыдущий раз. Это был не отчаянный призыв о помощи, а умоляющий стол. Ни слова больше. Артем, Артем, не оставляй меня, я прошу, останься. Юноша. Даже леденящий крик не произвел на него такого впечатления, как эта едва слышная мольба. Его словно парализовало. Он нашел в себе силы рожать теплую ладонь спящего, но, вопреки здоровому смыслу, тут же провел пальцем по его виску, не понимая, что он делает. Вихание Даниилу стало рваном. Губы приоткрылись. Еще раз прозвучало его имя. А этот раз отчетливей и настойчивей. Артем! Артем! Я не знаю, как это сейчас. Данил, у тебя неплохо получается. Не понимая, зачем она это делает, Артем осторожно, чтобы не разбудить бронина, прилег на самом краю его постели, не смея лезть под веяло. Просто решил полежать с ним, пока он окончательно не успокоится. Не зная, куда деть руку, он положил ее на юношу. Словно обнималось его, еще раз поражаясь его хрупкости. Сейчас сломается, да? У него с костями проблемы, судя по всему. Он вообще из ваты, наверное, состоит. Да нет, есть такая проблема, когда... Слышала про людей-бабочек, у которых от малейшего прикосновения синяк на коже. Ну, черт такой, да. Ну, вот он из вот этих вот, судя по всему. Ужас какой бедненький. Хреново быть им. Да, особенно в Слэше. Тепло его тело чувствовалось даже сквозь толстую ткань, и непроизвольно Артем слегка прижал его к себе. Тот повел себя совсем уж странно. Повернув голову, уткнулся лицом в шею Артема, прижался поближе и спокойно засопел. Вопрос, он точно спит или все-таки притворяется? Не знаю. Тот остался лежать в неудобной позе, думая, когда лучше покинуть кровать Данилы и вернуться в свои. А если носит, то какие оправдания припасти на утро? И потребуют ли они эти оправдания? Несмотря на странность его происходящего, Артема не покидал ощущение того, что ничего противоестественного не произошло, и он все делает правильно. Было так естественно лежать рядом с безудежно спящим Данилой. Так естественно пощеблено. Артем словно чувствовал ответственность за него, хотел защитить его от неведанных кошмаров, быть рядом, когда они повторятся успокоить спящего. Ию, нашу. Гораздо удивительнее было то, что в отчаянном крике прозвучало именно его имя, несмотря на то, что они почти не были знакомы. Наверное, ск... Что? Ты шо? Наверное, сказывалось недавнее совместное застолье. А, так они пьяные. Все ясно с вами. И приватный разговор на темы, которые не предназначались для посторонних. Они же почти не знакомы. Они уже успели поговорить на такие темы. Ну, елки-палки. О чем еще могут разговаривать два мужика? О чем? О мальчишнике? Ну, не знаю. Эти, видимо, решили поговорить о чем-то... Не знаю. Интимном? О мальчишнике. С девчонками. А, ну да. О чем еще говорить под алкоголь? Так. В любом случае, Артем не мог так просто оставить это удивительное доверие к нему. Если в него верят, то он обязан помочь, во что бы то ни стало. Пока что ему просто оставалось... Осталось просто лежать рядом, слушая дыхание спящего, постепенно успокаиваться самому и впадать в приятную дремоту. Было так легко и спокойно на душе, как не было с тех самых пор, как он покинул родную ВДНХ. Теплое дыхание Данилы касалось его шеей, согревало, успокаивало. На границе между сном и явью он внезапно почувствовал легкое прикосновение к своему затылку, а затем теплые губы, прижавшиеся к его щеке. Ой, сука, началось. Это вывело его из состояния дремоты. Это так, что веселка к рукой с него. Вторая шевелиться, Артем быстро оценил обстановку и понял, что Данила обнимает его за шею и целует. Надо же! Что это? Он все еще спит? Никакого отвращения Артем не чувствовал. Губы были сухие и теплые, поцелуй не лишен нежности. Может, и не поцелуй, это вовсе просто прижался губами во сне к чем-то легшему рядом парню. Но губы не отрывались, продолжая следовать скулу, легко, словно выстрел из глушителя. Что? Что? Выстрел из глушителя. Я не знаю, как это честно. Коснулись виска, приближаясь к уху, и когда в ход пошел язык, сомнений не осталось. Данила настойчиво требовал к себе внимания. Да что ты говоришь? Но какого черта? Спутал его с кем-нибудь? С девушкой? Ну, конечно. Однако гадишо под Данилой, прозвучавший так близко и пронзительно, заставил его отказаться от этой версии. Артем! Отмалчиваться было уже невозможно, и надо было что-то предпринять, прояснить ситуацию. Поэтому Артем осторожно отстранил льнувшего к нему юношу. Сказывается выучка училки русского языка. И взглянул ему в лицо. Глаза определенно были закрыты. Он спит, что ли? Фу! Данила! Шепотом позвал он. Ты чего? Это же я, Артем! Артем! Повторил Брамин, не открывая глаз. Я так долго тебя ждал. Не оставляй меня, прошу! Да я здесь! Я никуда не уйду! Пытался он успокоить Данилу, неловко поглаживаясь его по голове. Не отталкивай меня! Взмолился тот, стараясь прижаться к Артему вплотную, накрывая его своим одеялом. Тепло его тело, хрупкую ногу, да у него беда с костями, походу. Я перепутала, не с кожей, с костями. Которое уже было закинуто на него. Молящий шепот и настойчивое намерение повторить поцелуй Артем игнорировать не мог. Его тело сковало сладкое из дома. Рассудок отказывался давать подсказки, поэтому он просто расслабился и поддался уговорам Данилы. Тот, не теряя времени, прижался вплотную, обвил его шею руками, приблизился, косувшись губами чужих губ, запечатлел первый поцелуй в жизни Артема, заставляя того глубоко втянуть носом в воздух и потерять остатки здравого смысла. Не понимая, что делает, Артем притянул к себе за талию горячее, поддатливое тело. Оказываясь, сверху неумело прижался к губами послушным и завущим губам Данилы, облезал их, пробуя на вкус, и почувствовал, как в его рот ворвался нежный язычок, дразня и провоцирует вас. Просить дважды не пришлось, и в следующую секунду Артем уже сам исследовал рот Данилы изнутри с фонариком, наслаждаясь новыми ощущениями. Оу, щит. Это, я не знаю, это странно. Исследование. Томатолог-экспериментатор. Они долго целовались с ним в силах оторваться друг от друга. Руки Артема сначала нырянно и нерешительно, а потом все смелее изучали тело лежащего под ним брамина. Пошли по беззащитному, встрагивающему плоскому животу. Пересчитали зонкие ребра, поднимаясь к выбирающим ключицам, которые сразу же захотелось поцеловать. Что он и сделал, осторожно прижимаясь губами горячей, шелковистой кожи. Затем провел по ним языком, на что Данила что-то промыльчало зарылся пальцами в его волосы. Он точно спит или как? Буквально сподя Артема с ума этими неприказательными ласками. Одной рукой в цепи, пишет ключев парня, наверняка оставляет синяки на нежной коже. Вот я же говорила, что он из людей бабочек, я была права. Приподнимаясь на другой и удерживая дистанцию между ними, Артем взял последнюю попытку прекратить это безумие, о котором, возможно, утром они пожалеют. Но уж не сильнее, чем я оттуда начала это читать. И, так как Данила в театре не соображал сейчас ничего, приходилось думать от двоих и сдерживать горящее в обоих желание. Отстранившись от соблазнителя и пытаясь отдышаться и привести мозги в рабочее состояние, Артем услышал недовольное опаскуливание брошенного разгоряченного юнощи. Он снова звал его по имени и пытался приблизиться, но тот так просто не оставался. Артем, я здесь! Иди ко мне пожалуйста, не бросай! Данила, я! Проснись, Данила! Он что, все еще спит? Вот мне тоже... Мне это вызывает сомнение, скажем так. Тот, вывернувшись из цепкой хватки Артема, прижался к нему всем телом, одной рукой обрабатя по спине, а другую запуская в штаны. Чем окончательно сбил парню в тонку и заставил ослабнуть под натиском своих ласк. Данила! Отрывным шепотом звал Артем. Очнись, Данила! Слышишь? Я так больше не могу! Однако, одними словами его сопротивление ограничилось, и он покорно возобновил поцелуи и ласки, задыхаясь и начиная судорожно стягивать с брони на одежду. Тот, довольный таким поведением желанного объекта, ерзал под ним, больше мешая, чем помогая братуза, не убирая руку с членами Артема, который давно уже был возбужден. Кроме того, он обвил Артема ногами. Ни хрена себе у него ножки. Стараясь прижаться как можно ближе, я тут почувствовал, что Данила тоже возбужден не меньше него. Все было странно, острое желание мешало соображать. Движения Артема становились порывистыми, поцелуи и ласки требовательны почти жестокими, далекие от нежности, не имевшие никакого сексуального опыта, не получившие не только образование в этой области, тем не менее хорошо знающие свою анатомию по небольшому подростковому опыту, которого немного стыдился, он то, что расчленил себя, видимо, да, собрал Артем на ощупь, наугад продвигался в этом лабиринте желаний и чувств, объединивши два воспустенных тела в причудливом танце до селения и твеста в зиму. Данила, кажется, все еще находящийся в каком-то трансе, мягко направлял его действия. Похоже, смыслил он в этом чуть больше. Он точно спит? Ма! Странно, он спит. И вскоре рука Артема, помещенная на член бромины его же рукой и ей уже направляемой, сдвигалась плавно и нежно, на что он сейчас же отхликнулся громкими стонами. Прошипел ему Артем, боясь, что их манипуляции будут замечены посторонними. Тише, тише! Какой злой Артем. Да ладно. Ты тут легко запутаться, они оба на одно лицо. В этом рассказе, по крайней мере. Я даже не видела их лица. Я тоже. Ладно. Только на кривых рисунках. На очень кривых рисунках. Это не надо смотреть, поверь мне. Верю. Данила послушно прикусил губу и отвел голову в сторону, сдерживая рвущийся наружу стоны. Сам Артем не был настолько раскрепощен, чтобы так громко выражать свои мудрии. Он тоже понимал, что еще немного и он потеряет голову от этого хрупкого тела, оказавшегося таким страстным. Да вот сейчас его сломает. Походу, уже сломал, судя по его ножкам. Да, ножки без костей. Их он ими управляет, однако. О том, что они здесь вообще делают, о правильности происходящего и его последствиях он не думал уже давно, оставився размышлениями потом. Вскоре оба парня 28-летних оказались обнаженными. Слияние их тел стало еще больше кружить головы и возбуждать. Они скользили друг по другу и подняшка. Не знаю. Слияние это жалкая тактика, чтобы сделать слабых самоцветов сильнее. слушай, а забери-ка на обложку этого их виде самоцветов. Вот это идея. Попробую. Это будет весело. Они скользили друг по другу, сжимали, гладили, целовали и кусали. Дыхание обоих сбивало, сердца зашкаливали. Сто пятьсот сердец. Стуча в одном бешеном ритме, Артем чувствовал, как тонкие пальцы хранителя знаний. А ну вон с моей дачи! Неумолимо и уверенно ведут его к пику наслаждения и сам старался повторить его движения, копируя и совершенствуя их, руководствуясь нарастающими стонами Данилы. Было жарко и больно и сладко. Чего больного мне интересно? От поломанных ног? А, точно. Весь мир ржался для них до размера в одной кровати. Они двигались синхронно, тяжело дышая и утыкаясь друг к другу в плечо, прикусывая кожу, чтобы сдержать стоны, переходящие в крики. Ловя чужие губы и впивая с ним жестоким поцелуем прониканием из икон как можно глубже, кусая и посасывая водонилы, Артем почувствовал приближение чего-то огромного, светлого и сказочного, как счастье. Внизу живота все сильнее сжимался узел, чтобы через секунду взорваться мириадами звезд и заставить все тело судорожно погибаться, крепче прижимая к себе пронина, который был в таком же состоянии, что и он. Сколько он так пролежал, сначала в каком-то забытии, потом постепенно приходя в себя, выравнивая дыхание, чувствовал под собой затихшего Данила, так он Данила или Данила? Не знаю. Артем не знал, но мог бы покляться, что когда он приподнялся над ним, вкладываясь лицо недавнего любовника, тот крепко и безмятежно спал, чуть приоткрыв, припухший от поцелуев губы и слегка подрагивая ресницами. Не понимая ничего, Артем осторожно выбрался из его объятия, неловко вытер руку запачканной Данилой опростой. Понимая, что у того сейчас остается такая же липкая ладошка, не смыслился от этих мыслей. Не зная, что еще предпринять, он просто укрыл себя с его парня одеялом, еще раз гляделся в его лицо и, не заметив никаких признаков пробуждения, зачем-то наклонился и быстро встал в один прыжок в весеный атлет. Ростик, предназначавшийся ему кровати, бросился на меня мячком и крепко зажмурился, стараясь ни о чем не думать. Через несколько минут он уже спал, вымотанный морально и физически, умиротворенный, однако сны не оставляя его в эту ночь, даже несмотря на усталость. The end. Так Данила так и не проснулся или как? Да. Нет, серьезно? Ну, видимо, судя по всему, он так спит. Нарколептик, что ли? Ну, обкурился, обкололся, вот и спит так. беднями. Это что, его типа изнасиловали? Да. Так, одну гребаную секундочку, а какого хрена тут тогда херд комфорты и нету в жанрах изнасилования? А в каким боком ты в жанрах философия? Ну, просто. Где эта философия? Чья? Автора? Ахахахаха? Касательно чего? Эй, нет, нет, нет. Касательно изнасилования спящих персонажей? Как-то весело, наверное. Ну, я не знаю, кому это было весело, им тут, судя по всему, было грустно. М-да. Знасиловали, так он еще проснется и узнает, что у него, блин, все поломано, нельзя синяки. Вообще несчастный человек. Хреново быть им. Очень хреново. М-да.